Вообще, может быть, правильнее пройти первый шаг, потом шаг за шагом, но это самостоятельные вещи, потому что шаг за шагом это набор психотерапевтических техник и разбор, соответственно, того, как возникают наши состояния всякие разные, неприятные, гадостные, эмоционально-деструктивные. А первый шаг – это скорее как бы внутренне себя подготовить для того, чтобы соответствующие изменения с собой производить, ощутить этот внутренний ресурс для изменений. Поэтому, может быть, соответственно, первый шаг пройти челлендж. Может быть, если вы прошли шаг за шагом и вы почувствовали, что у вас появился такой внутренний ресурс, потому что что такое вообще борьба с неврозом? Борьба с неврозом – это высвобождение нашего жизненного ресурса, которое мы тратим на бессмысленные невротические состояния. Ну, то есть создать невроз, надо еще умудриться, сколько сил потратить, сколько энергии он пожирает, паническая атака. Сжирает энергию просто вагон за раз такой, пшикал, как в этом, беру тебе. И все, паническая атака. Все, энергию тратили, тратили, запасали, понимаете? И потом она бабахнула и все порушила, а так могла бы служить людям. Вот. Селитра, мне что, у них там сгорело? Кошмар. Вот, значит, да. Вот, соответственно, если у вас освободились силы, потому что вы начали их изучивно использовать, вам нужно найти их применение. Значит, вот очень важно, мне прошло это иногда. А вот мы справились, все, больше панических атак нет. Как сделать, чтобы не вернулись? И одно есть. Вообще, Арбайтен. Вот Арбайтен, прямо найдите ресурс и начните инвестировать свою психическую энергию в созидательное русло. Начните их инвестировать в других людей, во взаимодействие, я не знаю, в какой-то результат. Как только вы начнете себя во что-то инвестировать, то эта энергия не будет у вас внутри скапливаться для того, чтобы находить себе невротический способ реализации в виде навязчивости, в виде тревоги, в виде депрессии, которая, по большому счёту, есть способ, как бы сказать, скрывания, как бы закапывания этой тревоги, которую вы испытываете.